Двухдневный семинар «Практикум» ведут заместитель директора по повышению операционной эффективности Александр Левин и советник по операционной эффективности дочерних и зависимых обществ Александр Меслер. Сегодня среди слушателей – руководители цехов и их заместители, ведь именно они отвечают за порядок в цехах, в прямом и переносном смысле. Начали, конечно, с руководящего состава, потому что нужно начинать всегда с головы, но и нужно всегда помнить, что именно руководителям цехов труднее всего именно при внедрении бережливого производства, потому что сверху на них давит руководство, а снизу их уже начинают подпирать люди, которым захотелось изменений, которые уже начинают желать постоянных улучшений. Большая часть первого дня посвящена теории, а вот второй день участники семинара провели у доски с фломастерами в руках, решая различные задачи из области качества, эффективной работы оборудования и проектной деятельности. В своей работе, когда мы начинаем придумывать, какими проблемами мы займемся, мы, как правило, берем проблемы качества, проблемы работы оборудования и проблемы какие-то проектные, например, сдача проектов в срок, инвестиционный проект в срок и так далее. Важно понимать, что инструменты для решения любых из этих проблем абсолютно они и те же. Вот, собственно, этим группой и занимаются и как раз убеждаются в том, что инструменты одинаковые для работы над любой проблемой. И самое главное, что еще нужно понимать, то, что начав заниматься одной проблемой, например, качеством, мы неизменно вытянем и оборудование, и затраты, и себестоимость, и все остальное. Например, одна из задач, которую сегодня пытались решить семинаристы, это сокращение простоев оборудования при смене инструмента. Просчитывали все возможные риски, включая даже самые невообразимые, например, нежелание руководства искать новые пути. Это может быть проблемой, причем, как мы выяснили, что может быть такая проблема, что затормозит все полностью, все наши внедрения, все наши желания что-то улучшить. Да, уже давно обережливое производство работает, так что каждый раз тут все познаем новое и новое, все улучшаем на разных уровнях обучения. Вот сейчас составом таким учимся. Сейчас, когда руководителям цехов рассказали просто о самом сложном, им будет легче донести это до персонала в цехах. Прочитав инструкцию, можно понять, что от тебя требуется, но невозможно понять, как пользоваться этим инструментом. И вот именно эти тренинги, они позволяют научиться, попробовать самому, чтобы потом было легче объяснить рабочим, как это делать. Обсуждение возможных решений не прекращается даже во время кофебрейка. Оторваться от проблем в цехах и взглянуть на них со свежих позиций бережливого производства, это и полезно, и увлекательно. Уровень семинара участники оценивают очень высоко. Бережливым производством, насколько я помню, с 2005 года начали заниматься. Но тогда это было все из-под палки делалось. А сейчас, во-первых, качество преподавания мне очень понравилось, как Александр Сергеевич ведет учебу. Но очень много в голове остается после таких занятий. Потому что самостоятельной работы очень много. У дирекции по повышению операционной эффективности масса планов на будущее. Только за февраль-март специалисты проведут два обучающих семинара на площадке АВИСМЫ и два целевых для кузнечного и плавильно-литейного комплексов в СМПО. И в них обещают задействовать уже не только руководителей. В течение месяца, в течение месяца.